коллеги всех приветствую меня зовут евгений вы находитесь на канале core invest мы занимаемся аналитикой по акциям и ведем свои публичные портфели на прошлой неделе вышел ряд очень интересных новостей о которых сегодня мы хотели вам рассказать если бегло пробежаться по нашим портфелям то в китайском портфеле по-прежнему ничего не меняется за исключением новости что южнокорейская биржа запретила шорты своих акций на этом фоне сегодня акции на премаркете подрастают но по большому счету они остаются также в узком диапазоне и мы по-прежнему находимся в той ситуации когда акции и не упали сильно чтобы докупать и не выросли сильно чтобы что-то продать американский рынок реагирует позитивно на сигналы от фрс о том что ключевая ставка возможно достигла своего пика и больше не будет повышаться на этом фоне индекс s&p 500 растет наш шорт уходит немного в минус однако глобальная ситуация не меняется мы по-прежнему считаем что американский индекс должен быть гораздо ниже и шорт продолжаем удерживать но сегодня хотели поговорить о других портфелях а именно о дивидендном в нашем дивидендном портфеле есть замечательная акция гмк на рельского никеля и вышел ряд позитивных новостей по этой компании в первую очередь то что совет директоров объявил дивиденды за 9 месяцев в размере 915 рублей на одну акцию у этой новости сразу два позитивных момента в первую очередь радует то что у гмк в принципе есть деньги на дивиденды напомним что в последнее время гмк было под давлением дело в том что у компании были большие капитальные затраты первую очередь производство требовало модернизации во вторую очередь многие емкости которые хранили в себе химикаты уже устаревали начинали разливаться что приводило к экологическим проблемам все это заставляло гмк на рельский никель отказываться от дивидендов и модернизировать старые части их бизнеса мы покупали акции именно с целью получения дивидендов однако прекрасно давали себе отчет что дивидендов пришлось бы ждать долго но вот выходит позитивная новость и совет директоров все-таки рекомендовал дивиденды это наводит нас на мысль о том что возможно у гмк закончился период высоких капитальных затрат если 9 месяцев 23 года привели к тому что компания после всех своих капиталовложений еще и может выплачивать дивиденды значит компания возможно взяла позитивный курс что конечно не может не радовать наш дивидендный портфель более того был риск того что в компании находятся недружественные акционеры и даже если бы у компании была возможность выплаты дивидендов она бы не могла это сделать чисто технически реестр для получения дивидендов закроется 26 декабря мы с нетерпением ждем дивидендов от гмк аналитского никеля и продолжаем держать их своем портфеле но и это еще не все совет директоров рекомендовал дробление акции 1 к 100 почему это такая позитивная новость дело в том что акция на бирже стоит примерно 18 тысяч рублей и теперь вместо 18 тысяч акция будет стоить 180 рублей и соответственно инвесторы с небольшими портфелями смогут эту акцию себе позволить купить что сделает акцию более ликвидной считаем это замечательными новостями для гмк аналитского никеля продолжаем держать их своем портфеле однако считаем что реакция рынка в моменте была чрезмерно консервативной на самом деле это действительно очень хорошие новости и считаем что акция должна быть гораздо выше в районе 20 тысяч рублей за акцию друзья но если вы только начинаете путь в инвестировании мы с командой подготовили для вас обучающий курс весь курс в полном объеме все 10 уроков выложены на нашем youtube канале но это что касается дивидендного портфеля давайте перейдем к нашему торговому портфелю о котором мы также хотели рассказать вот у кого дела идут действительно плохо так это у акции спб биржи как вы знаете на прошлой неделе сша выкатили новый пакет санкций который напрямую бьют по санкт-петербургской бирже и бьют до такой степени что практически полностью уничтожает их бизнес акции спб биржи попали в sdn лист что по большому счету отключают биржу полностью от торговли валютой и всеми американскими ценными бумагами так как бизнес спб биржи был построен для торговли иностранными ценными бумагами в россии то по факту это полностью убивает их бизнес в недавней статье рбк мы прочитали за сентябрь месяц объем торгов на санкт-петербургской бирже составил 2 4 миллиарда долларов из которых 2 миллиарда это торговля акциями с листингом сша то есть 90 процентов бизнеса компании просто испаряется мы не видим никаких позитивных драйверов для роста спб биржи и поэтому приняли решение закрыть нашу позицию в торговом портфеле зафиксировав убыток лично мне непонятно лишь одно санкт-петербургская биржа на самом деле давно находится под санкциями с момента начала и сво многие зарубежные активы до сих пор заблокированы у большинства российских инвесторов с момента первых блокировок прошло уже примерно полтора года и на данный момент торги на санкт-петербургской бирже приостановлены как можно было за полтора года никаким образом не подготовиться к возможным дополнительным санкциям из последнего релиза биржи мы видим что торги приостановлены на 7 рабочих дней после которого последует разъяснение что и как дальше будет происходить с американскими бумагами самом пакете санкции указано что сша позволит закрыть все торговые обязательства до 31 января то есть другими словами как мы это понимаем что до 31 января у нас у всех есть возможность закрыть открытые позиции и спокойно вывести деньги санкт-петербургской биржи однако повторюсь на данный момент торги приостановлены но есть небольшой позитивный момент в этом всем если вы мечтали получить квал инвестора чтобы торговать американскими акциями то теперь можно расслабиться статус квал инвестора никому теперь не поможет по большому счету торговать из россии американскими акциями сегодня невозможно какие драйверы для роста остались у спб биржи никаких да есть конечно возможность торговли китайскими акциями но вот вопрос если за полтора года спб биржи не подготовилась к возможным максимальным санкциям то кто сказал что дальше не последуют санкции на какие-нибудь гонконгские биржи которые спб биржи работают и следующим этапом нам не отрежут доступ к гонконгским акциям именно поэтому на данный момент мы ничего не делаем мы не покупаем ни китайские акции через без спб биржи не какие-либо американские акции это самое дурацкое в работе инвестора это сидеть и ждать у российских инвесторов остался только один выход это торговля на московской бирже и вот кому действительно хорошо так это именно московской бирже потому что в конце прошлой недели когда были страсти по поводу спб биржи московская биржа прибавляла порядка пяти процентов где мы зафиксировали прибыль в 50 процентов зафиксировали мы эту прибыль по двум причинам первая причина у нас изначально стояла заявка на продажу при достижении 50 процентной доходности это большая доходность и такую доходность надо с рынка забирать второй момент мы покупали акции московской бирже с определенной торговой идеей эта идея реализовалась однако драйвера для роста у московской бирже теперь стало еще больше подумайте сами все кто в россии сегодня хочет инвестировать, у кого есть деньги, кроме как на московской бирже им негде это больше делать. Поэтому мы принимаем решение, что московская биржа переезжает из торгового портфеля в дивидендный, так как драйверов для роста теперь гораздо больше и они гораздо долгосрочнее. Плюс повышенный объем торгов позитивно скажется на финансовой отчетности, а значит и на финальных дивидендах. Поэтому те, кто не продали акции московской биржи, на самом деле их можно продолжать держать. В нашем случае мы бы и продолжили их держать, только теперь у этой акции меняется стратегия и нам нужно время, чтобы перезайти в новом портфеле. Теперь хотелось бы сказать, что мы добавили в свой торговый портфель. Как мы говорили в прошлом выпуске, мы были на семинаре от банка ВТБ, где услышали одну из интересных идей по покупке акций металлургов. Мы уже держим Северсталь в своем портфеле и теперь наконец-то открыли новую торговую идею по акциям ММК. Зашли нашим стандартным объемом в 50 тысяч рублей, о чем написали в нашем телеграм-канале. У нас еще остался свободный кэш, примерно 100 тысяч рублей. Это примерно на две идеи, которые мы уже вскоре времени для вас приготовим. Поэтому подписывайтесь обязательно на телеграм-канал, чтобы не пропустить. Друзья, ну на сегодня у нас все. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Следите за нашими сделками в телеграм-канале и на странице ВК. Пишите в комментариях, какие акции вы держите в своем портфеле и какие, возможно, вы видите драйверы СПБиржи, потому что мы не видим никаких. Всем хорошей недели и блестящих инвестиций.